На эту сцену приглашаем директора по маркетингу UDS Станислава Калашникова. Слышно? А, вот, все, включили микрофон. Здравствуйте, здравствуйте. Я прям рад вас всех видеть. Ехал туда с таким энтузиазмом, потому что это единственное мероприятие, где я могу с вами нашими эмоциями, как команда разработчиков, поделиться. Меня зовут Станислав, кто не знает, на слайде написано. Я директор по маркетингу компании UDS, и моя задача — это развитие нашего флагманского клиентского приложения UDS, чтобы в нем была большая активность пользователей, чтобы бизнес получал максимальный такой профит, скажем так. И, как говорит моя мама, ты, говорит, в этом лучший, а мама брать не будет. Поэтому я этим и занимаюсь. Но давайте приступим. У меня будет большая презентация. Я ее поделил на две части. Видно? Первая часть — это будет результат, так как это итоги года. И вторая часть, интересная, это будет развитие. Это то, что вы сегодня нового узнаете. Надеюсь, вам понравится. Давайте начинать. Результаты. В прошлом году я выходил на сцену и озвучивал цифру 20 миллионов скачиваний. Это действительно была колоссальная цифра, потому что мы проделали большую работу. Такими цифрами могут похвалиться десятки только приложений на российском рынке, которые имеют такую аудиторию. И со сцены я сказал, что на следующий год эта цифра будет еще больше. И у нас план — это 30 миллионов сделать. В этом году у нас месяц назад цифра составила более 31 миллиона скачиваний. Это просто колоссальные такие результаты. Это уже топ-10. Это высшая лига, в которой мы участвуем. Чтобы понимать, вчера мы обновляли статистику, и количество скачиваний уже порядка 33 миллионов. Это просто колоссально. Кто еще не понял, что произошло, вот хороший пример. 60% роста скачиваний за один год. То есть за один год мы берем предыдущие 6 лет. То есть за год мы сделали 60% результата, которые делали 6 лет до этого. Но это просто вообще супер-супер. Как сказал уже Булат, у нас активность аудитории, вот он назвал цифру. У меня в этом слайде она немножко другая, потому что это был замер на декабрь, когда мы делали. Мы думали декабрь, месяц больших продаж, эта цифра не будет расти, поэтому я ее сюда поставил. Действительно колоссальная цифра 4 миллиона активных пользователей в месяц. Сейчас она уже, как мы смотрим по прошлому месяцу, 4,5 миллиона активных пользователей в месяц. Вы только представьте, вот Казань у меня город, я весь город проезжаю за 45 минут. Ну то есть я вижу там люди просто толпами ходят, в автобусах, машинах, пробки. А у нас количество жителей 1,2 миллиона. Здесь 4 раза больше. То есть это 4 крупных города зашло за месяц. Вот все население от малого там до великого. Это действительно уже высшая лига, в которой мы уже побеждаем. Потому что мы что? Мы лучшие в этом деле. Но самое главное, почему так важна активность и количество пользователей? Здесь вот хороший пример. Это два торговых центра. Допустим, есть один торговый центр, второй. В первом торговом центре пришло 100 тысяч человек, во второй торговый центр 100 человек всего пришло. В каком торговом центре вы захотите открыть свой бизнес? Конечно в первом, где больше клиентов, у вас там будет больше выручки. Поэтому основной показатель это активность аудитории. И вот здесь очень хороший момент, как мы дальше будем с ней работать. И будет как раз рассказано во второй части. Но также почему мы делаем акцент на активности этой аудитории? Потому что в том году мы запустили рекламные возможности. Я был очень удивлен вчера. Оказывается, многие партнеры даже не знали, что есть рекламные возможности. Говорят, а что, на рекламе можно зарабатывать? Я говорю, да, конечно. У нас же давно все это есть. То есть запуск рекламных возможностей. И об этом, наверное, хорошо покажут кейсы. Сколько можно зарабатывать там? Сколько может заработать бизнес на рекламе? Поэтому мне нравятся эти кейсы чем? То, что они живые. То есть это всегда проходило в какой-то коммуникации, в поддержке. Когда, допустим, цветочный магазин в Улан-Удэ за 24 часа сделал оборот в 387 тысяч рублей за 24 часа. Почему это для меня тоже кейс важен? Потому что это очень огромная цифра промежуток в короткий времени. Потому что СССР постоянно может в час ночи позвонить и сказать, мне нужен вот этот вот баннер. Ты так делаешь? В час ночи звонит, говорит, срочно нужно разместить. Он выстрелит. И это все выстреливает. Второй кейс – это компания «Сон и я». Около 4 миллионов за 4 месяца размещения. То есть это реклама, которая работает в долгосрочной перспективе. Они ее выкупают. Очень классный момент с ней был недавно. Когда мы посмотрели, что такое активность, нам надо спросить у бизнеса, можем ли мы показать этот кейс. Я позвонил Диде Шумиловой, говорю, это твоя компания, вы занимались рекламой. Вот такие показатели. Он говорит, да, классные показатели. Я говорю, позвони, пожалуйста, владельцу бизнеса, спроси, можем ли мы этот кейс озвучить. В ответ звонок, да, говорит, можем. И они хотят сразу еще на полгода купить. То есть, получается, закрылась сделка, когда так же был один. То есть она озвучила кейс этот, какую сумму. Они сказали, а мы еще хотим на 6 месяцев ее купить, эту рекламу. То есть колоссальные, колоссальные цифры. Жалко, нет еще одного слайда, потому что, опять же, мы не успели его добавить. Этот тоже кейс всплыл случайно. Это общался вчера с Татьяной Фурсовой. Очень интересный такой момент. Когда мы с ней начали проговорить кейс, она говорит, Стас, у меня же есть классный результат. Я говорю, куда? Вот же классный результат. Она говорит, подожди, у меня есть компания High Store. Да, правильно? И они, говорит, разместили рекламу на 4 недели. Как ты думаешь, какая там была выручка? Ну, скажите какую-нибудь цифру. 5 миллион? 8? 9 миллионов рублей. Они продают технику. Я говорю, как? Она говорит, а я знаю, когда нужно это все размещать. Как размещать и как делать промо. Да, потому что ты ванга. Молодец. Вообще представьте, за 4 недели, за 4 недели 9 миллионов выручка у компании по рекламе. Это классно? Но почему реклама в UDS работает эффективно? Почему же так происходит? Потому что к нам клиенты идут именно за предложениями, за бонусами, за акциями. А вся наша реклама с чем связана? С какими-то офферами. Это сертификаты, это какие-то предложения. И люди воспринимают ее не как часть рекламы, а как часть экосистемы, которая им помогает сделать какой-то выбор в той или иной ситуации. Пойти там в ресторан, баллы потратить. Может быть, пойти новую технику купить. И поэтому здесь выигрывают все. То есть это вин-вин. Выигрывает предприниматель, потому что он, размещая рекламу, получает хороший оборот. И очень доволен. Выигрывает партнер, потому что он может предложить рекламу и заработать на этом. И выигрывает клиент, потому что он всегда видит новые предложения. А еще самое главное, что реклама работает в долгосрок. В отличие от стандартного понимания рекламы, который вот в наших головах, где мы идем там на лифте, какое-то объявление висит, либо мы пользуемся сервисом, всплывает какое-то окошко. Реклама работает там в моменте. То есть вот появилась реклама, я принял решение, принял решение и что-то купил. Если я зайду завтра, этой рекламы не будет, я уже даже не вспомню ее. В нашем же случае реклама работает в долгосрок, так как рекламу размещают наши партнеры. И в дальнейшем они с этой клиентской аудиторией, которая увидела эту рекламу, могут работать. И вот хороший кейс, я его часто показываю, это ресторан «Чайхана» в Саратове. Мы разместили в блоке, обратите внимание, за три недели к ним присоединилось 916 человек. 57 совершили оплату на сумму 131 тысячу рублей. Что же произошло дальше? В классической бы рекламе, на этом бы все остановилось. Все, пришли и ушли. Но мы посмотрели в течение года, что произошло. В течение года совершили покупку уже 219 человек из этой базы. И сумма по рекламе составила 3 миллиона. Почему так происходит? Потому что… Потому что, когда человек присоединяется в эту компанию, он попадает в базу. И дальше, используя наши сервисы, ты можешь с ними коммуницировать. Многие вот этого не понимают или забывают. Постоянно надо коммуницировать со своей клиентской базой. Смотреть, на что они реагируют. Постоянно как-то ее оживлять, предложения какие-то делать. И тогда будут очень крутые результаты. Поэтому важно использовать весь функционал для прогрева клиентов. То есть, все. Мы зафиксировали, что есть реклама. Как рекламу продавать, допустим, или как эффективнее ее использовать, это, наверное, давайте обратимся к топ-3 партнерам, которые у нас больше всех занимаются реализацией рекламы. Эти партнеры уже получают доход, немного не хватает, или уже переросли доход с суммой шестью нулями у некоторых. Ну, некоторые еще дают сумму не брать. Но это хороший, хороший очень доход. И он дополнительный. То есть, это ваши возможности для работы с компанией. Вот как на примере, допустим, я говорил о компании «Сонуя», они продлевают ее постоянно. Вы можете постоянно получать очень хороший доход. А сумма дохода — это 39% личного вознаграждения с продажи рекламы. То есть, это очень-очень-очень большие деньги. Еще мы запускаем постоянно, вы знаете, тестовый функционал. И у нас для рекламных компаний, для форумов, мы иногда открывали рекламный функционал больших фотографий. Знаете такое? Видели кто-нибудь большие фотографии? Классно, функционал работает. На 92% чаще просматривают эти фотографии. И тут тоже есть один интересный такой момент. К нам поступил запрос от компании, которая занимается детскими кроватями. У них была компания, маленькие вот эти фотографии были. Просто написано, что мы изготавливаем, мы сделали им рекламу. И вот в этом случае реклама не очень сработала. Потому что был все-таки не такой конверсионный бизнес. И у них порядка 23 человек только присоединилось за две недели. Я взял на себя как бы роль такого партнера, помочь им внедряться. И говорю, давайте я для вас сейчас разработаю вот эти фотографии. Просто скажите мне ваши плюсы. А у меня есть ребенок, я покупал кровать. Я знаю, на какие акценты надо сделать. Я просто задал им несколько вопросов. Срок изготовления. Какая стоимость по рынку, вы себя считаете выше среднего. Возможно, какие-то дополнительные там варианты. И мы сделали вот эти фотографии и указали, что кроватка доставляется через два дня. У нас уже готовые материалы. Из чего они делаются. Какая краска, что там нет никаких заусенцев. Поставили, что можно, если вы хотите дополнительно силиконовые бортики сделать. И написали, что наши цены на низком сегменте рынка. То есть посмотрите, вы можете сравнить перед покупкой, что наши цены такие, но у нас большие плюсы, то, что мы через два дня вам доставим. А у других компаний доставляли там от недели до двух. И результат как бы не застал себя ждать, просто изменив эти фотографии. У них за последние две недели, которые мы им добавили, приснилось больше 1200 человек. И 76 совершил заказ. И они говорят, у нас такого не было. Вот в чем сила визуала. Пожалуйста, когда вы работаете с компаниями, объясняйте им, потому что это то, что компания продает. И когда даже она говорит, что меня все знают, ну такого не бывает. Новые клиенты не знают их. Им надо узнать их фичи. Им нужно это посмотреть, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому с этого дня мы этот функционал открываем всем. То есть он уже доступен в админ панелях. Пожалуйста, заходите в раздел «Фотографии» и пользуйтесь. Потому что это очень большой инструмент для того, чтобы трафик внешне обработать. Ну, на часть, наверное, итогов у меня все. У меня уже даже горло пересохло из-за волнения немножко. Давайте поговорим для меня самым интересным. Ой, это я прям обожаю. Это развитие. То есть это дальнейшее. Дальнейшее развитие нашего клиентского приложения. Так, сейчас будет ролик. Посмотрите, это приложение наше, UDS. Оно выглядит вот так, когда максимально заполнено. Видели когда-нибудь, когда максимально заполнено? Красиво смотрится. Супер. Активность в городе очень хорошо повышается. И вот тут нужно более технически посмотреть, как оно устроено. Первая часть нашего приложения, которая в самом верху, это область клиента. Это где он делает, совершает какие-то быстрые действия, смотрит свою компанию. Почему мы подняли наверх, а не сделали там вниз? Потому что многие клиенты не любят шум рекламный. Да, есть такие, кто не любит рекламный шум. В нашем приложении их мало, но такие есть. Поэтому оно находится на сакральном таком месте и ничему не мешает. Вторая часть, которая находится под ним, это рекламная область. Вот, кстати, кто не знал, у нас есть рекламная область. Там продаются сторис на самом верху. Есть слайдер рекламный. После этого идет уже подборка компаний, она бесплатная. И обратите внимание, которое мы тоже включили в пакет рекламный для продажи. Снизу идет у нас контентная область. Здесь мы размещаем сертификаты, либо какие-то предложения. Но так всегда бывает, что хочется всегда большего. Потому что, заходя в крупный город, у нас просто уже не хватает мест для рекламы. Потому что она ограничена. Хочется вынести какие-то предложения. Иногда приходит запрос, а можно как-то на год купить рекламу. Мы говорим, ну так сейчас вот не получится, потому что есть очереди. Вы можете потом. А можно как-нибудь еще компанию выйти? Мы говорим, нет, нельзя. Но всегда хочется большего. Хочется разместить акции от компаний. Таргетированную рекламу хочется правильно запустить. Но есть одно но. Каждый компонент требует долгого времени разработки. Как вы знаете, вот эти компоненты, они были год назад разработали. И внедрялись они поэтапно. То есть сначала инструмент истории, потом инструмент блока «Обратите внимание». Если сейчас нам нужен какой-то инструмент, это опять время разработки, опять полгода тестов. И мы пошли совершенно другим путем. Кто знает, что это? Это лего. Это лего, которое имеет разные компоненты. Разные кубики, из которых можно собрать, там, самолет можно собрать. Можно разобрать, собрать лодку и ее использовать. И мы пошли, использовали. И хотим презентовать вам сегодня систему компонент. Вот здесь надо прям сосредоточить. Можете поаплодировать, потому что аплодировать долго не будете, потому что там у меня большая речь. Что такое система компонент? Это важно. Это прям пушка, бомба. Если наше приложение выглядело вот так в данный момент, выглядит как для пользователя, так и для нас, для самих разработчиков. То есть оно зашито. То в данный момент система компонент выглядит вот так. То есть это лист с местами, куда мы можем вставлять блоки, которые для нас разработали. Они разного формата. Может быть квадратные, может быть такие. И мы можем таргетировано направить этот блок. Кому показывать его? Женщинам, мужчинам, либо всем. Потому что это классно работает, когда ты совершаешь подборки, допустим, для 8 марта. Что ты можешь купить для 8 марта для нее и сразу же для 23 февраля для него. То есть мы можем генерировать эти блоки. И, допустим, вот так может выглядеть контентная зона, где у нас используют сертификаты. Прислали сертификаты, давайте разместим. Никаких ограничений и времени на разработку у нас вообще нет. То есть у нас это уже все вшито. Это система компонент. Она нам дает новые возможности как для рекламы, так и для базового использования. Если пока еще мало кто понял, как она работает, давайте разберемся на примере. Грубо говоря, SSC приходит и говорит. У меня есть цветочная компания, я хочу сделать рекламу. Мы говорим, да, какой слайдер? Она говорит, не-не-не, они хотят заплатить больше денег. И они хотят сделать какой-то выделенный ойсер, чтобы были прям товары красивые у них. Я говорю, не вопрос. Если раньше бы мы сказали, что нет. Теперь мы говорим, пожалуйста, где ты хочешь, чтобы оно разместилось? Она говорит, вот в этом месте. Я говорю, хорошо, давайте теперь с тобой посидим и подумаем над дизайном. Такой блок подойдет, большой красивый слайдер. Она говорит, да, мы размещаем там товары, пишем цены и сразу оно появляется в приложении. То есть не нужно никаких времени на разработку. И таких блоков у нас неограниченное количество. Но самое интересное, самое интересное то, что эти блоки позволяют структурировать это предложение под каждый город в отдельности. То есть в каждом городе мы можем собирать свою контентную зону в зависимости от компаний в этом городе, от предложений в этом городе и формировать разные совершенно зоны вот этой полезной информации для клиента. То есть в Казани может это вот так выглядеть. Как вы видите, тут есть сертификаты, акции, где мы разместили сразу новости. То есть это прямые ссылки на новости. Допустим, мы указываем, что вот эту новость разместите, она там появляется. Хиты продаж, мы можем разместить товары. А в Улан-Удэ, допустим, вот так будет. Пожалуйста, там для любимых цветочки, косметика, популярные заведения, сертификаты. То есть мы сняли вообще полностью ограничения на конструктор. Теперь для каждого города все будет по отдельности. К чему это должно привести? В планах уже через пару месяцев, чтобы у нас активность приложения составила более 6 миллионов. Чтобы вы понимали, такую цифру имеет меньше 10 компаний на российском рынке. Меньше 10 компаний, которые имеют свое приложение. То есть это очень колоссальные цифры, и мы ее с легкостью достигнем, потому что у нас уже есть задел по мощностям. Это становится эффективней для рекламодателей бизнеса. То есть это выгоднее для пользователей мобильного приложения, потому что заходя в город, он получит больше каких-то офферов, больше возможностей. И у нас уже не будет моментов, когда мы что-то классное не можем разместить. Это что касается системы компонент. Классная штука? Хотите, чтобы запустилась? Ну, по стоимости это потом. То есть все, у нас нет никаких ограничений, вы понимаете, вообще никаких. Мы теперь можем подстраиваться делать суперкрутые результаты, вообще прям абсолютно. Второе изменение. И уточка. Почему уточка? Потому что если бы я написал, для чего оно, то вы бы сразу поняли, а хочется немножко сохранить интригу. И это, наверное, многим понравится. Ну, типа там, давай, не тяни. Но я все-таки еще немножко потяну. И на предыдущих скринах была небольшая пасхалка. Есть вот такая часть. Кто-нибудь видит, что здесь странного? Никто не видит, я так и знал, это хорошо. Давайте позовем Шерлока Холмса. Что же здесь странного? Почему-то у нас над подборками появилось в вашем городе, да? Ну и так понятно, что это в моем городе. Почему так происходит? Почему у нас есть в вашем городе? Потому что скоро, точнее уже сейчас, под ним появится новый блок. Это блок по стране. Сквозной. Я знаю, очень многие этого ждали. Помимо того, что система компонент позволит нам генерировать предложение отдельно для города, будет еще отдельно сквозной блок по стране, который будет у всех. Этот блок будет использовать ту же систему. Мы можем его генерировать и подстраиваться под пользователей, под те запросы, которые нам приходят. Вот я разговаривал с Южно-Сахалинском, помните? И там был вопрос. У нас есть, говорят, туристические компании, туры. Сейчас надо было во всех городах это размещать. Сейчас мы просто можем указать, что смотрите, готовые туры на Сахалинском. И расписать, как этот тур выглядит. А там действительно классно, это уже не дурцы. Там на квадроциклах можно. И пейзажи посмотреть. Но мало кто об этом знает. Либо надо вот так вот. Хорошо, обязательно. То есть появляется сквозной блок по России. Это поможет и маленьким городам, где еще ЮДС не совсем развивается такими колоссальными темпами, где есть, допустим, 10 компаний, заполнить наш дашборд новыми предложениями. Также выйти на новый уровень коммуникации с теми бизнесами, которые до этого были для нас не совсем доступны. То есть сейчас это все для нас открыто. И это уже самое главное, все сделано. Это сделали ребята, и это уже все готово. И с завтрашнего дня мы начинаем это все заполнять. Также хочется отметить то, что появились вот эти все инструменты. Это очень круто. И новое еще обновление. Это появятся инструменты статистики новой. Что это такое? Можно будет отслеживать переходы на страницу компании. Почему это важно? Потому что заказывая рекламу, многие компании смотрят только на новых по источнику трафика. Но сколько старых увидело эту рекламу, вспомнило об этой компании и зашло, они этого не видят. Теперь они смогут смотреть, как эффективно отрабатывают все их рекламные инструменты. То есть если они видят, что зашло очень много человек, а присоединилось очень мало, такое тоже бывает. И тут есть вот такой слайд, когда нам рекламу присылают. Размести, пожалуйста, рекламу для нашей компании. Это такое что? Такое тоже бывает. Это поможет как раз посмотреть эту конверсию. Потому что все-таки задача нашей рекламы – это привести клиента в вашу компанию. Задача ваша уже этого клиента, как говорится, да, обработать этого клиента в хорошем плане этого слова, коммуницировать с ним и заставить прийти и совершить какую-то покупку. Это уже задача бизнеса. Мы не можем там за ручку и как-то насильно говорить, иди купи. Нет. Мы приводим клиента, и вы уже дальше с ним работаете. UDS – это про деньги, про большие деньги. 2023 год – это год новых возможностей. Пока каждый из вас еще не понял до конца, что мы сделали. Но когда это сейчас начнет заполняться и работать, вы просто офигеете. Потому что мы уже знаем, как это работает, насколько активность аудитории увеличивается. Когда бизнес сам начинает использовать вот это мобильное приложение UDS на автомойке, в ресторане, они потом задаются вопросом, почему я еще не тут. И очень часто сейчас многие партнеры говорят, что к ним уже бизнес обращается, потому что это активность аудитории. И мы сделаем колоссальные цифры. Вот. На этом основная часть моей выступления как бы закончена. У меня еще есть один слайд. Сейчас я его покажу. Это часть нашей команды разработчиков. Они нас, наверное, смотрят в онлайне и в инстаграме. И для меня это просто вообще супергерои. Если раньше для меня супергерой был Супермен, то теперь для меня это, ребята, это супергерои. Они делают такое. Это вообще просто уму непостижимо. Они разрабатывают такой классный продукт. Подождите, пока не хлопайте. Вот так вот. Да. И так как они нас смотрят, я хочу выразить им большую благодарность. Я думаю, каждый хочет выразить благодарность. И вот давайте подготовимся и на счет три прям наградим их теми аплодисментами, чтобы они поняли, насколько мы их любим. Давайте. Раз, два, три. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.